Премия Айзнера. Самая популярная премия в сфере комиксов. Многие серии, которые туда попадают, впоследствии получают плашку на обложке «Победитель серии Айзнера», и 2023 год не стал исключением. И сегодня мы вместе с вами пройдемся по номинации премии Айзнера под названием «Лучшая новая серия». Мы посмотрим, какие новые серии, которые начали выходить в 2022 году, жюри отобрали и составили свой списочек. Возможно, среди этих серий вы узнаете про нечто новое, интересное и классное. Может быть, вы о них уже знали и просто порадуете, что эти серии попали. Ну или же просто вы проигнорируете их, продолжите читать «Человека-паука». Не могу вас за это осуждать. Однако мы, как и в прошлом году, и в позапрошлом выходим рассказать вам про то, что там новобирали. Меня зовут Руслан Хубиев, и это премия Айзнера, номинация «Лучшая новая серия» 2022-2023 года. А начнем мы с комикса «Love Everlasting» от Тома Кинга и Эльзы Шертье. У «Love Everlasting» и еще одного комикса в данной подборке есть нечто на удивление общее. Оба этих комикса выходятся с платформы Substack. Для тех, кто не в курсе, это платформа, созданная в далеком 17-м году. И изначально через нее осуществлялись разного рода рассылки. Ты платишь денежку и подписываешься на интересующего тебя писателя, художника, блогера, и получаешь эксклюзивные рассылки от них. Пару лет назад на Substack начали перебираться и комиксисты. Причиной были хорошие финансовые условия, сохранение прав на интеллектуальную собственность, ну и все в таком духе. В том числе, кстати, и неэксклюзивность. Ты мог дальше работать в любом издательстве. Среди зашедших на эту платформу были такие люди, как Джонатан Хикман, Тайнион Четвертый, Скотт Снайдер, Чипс Дарский и Том Кинг. О последнем мы сейчас и поговорим. Substack'овским комиксом Тома Кинга стал «Love Everlasting». Это история про девушку Джоан, которая является героиней максимально классического романтического комикса, которые были так популярны в 50-е. Она любит его, он любит другую, ну и все в таком духе. Однако все меняется, когда вдруг появляется загадочная убийца, и в результате его нападения она попадает в другую любовную историю. Она была секретаршей, а теперь она служанка в поместье, влюбленная в богатого наследника, вместе с которым росла. А вот она певица, поющая для военных. А вот она пират. А вот она ковбой. Джоан мотает по любовным историям, но есть одно но. Джоан все помнит. Она помнит о том, что с ней было, и пытается вырваться из петли романов. Но любовь вечно. Том Кинг умудрился и остаться собой, и создать что-то новое. В последнее время Том Кинг, по большей части, был известен тем, что он либо просто выдает нечто посредственное, либо пытается взять забытого и малоизвестного персонажа, и сделать из него нечто новое. Получается тоже с переменным успехом. Но порой получается. Love Everlasting — это пример переосмысления не персонажа, что успела набить оскомину, а переосмысления жанра. Да, действительно существовали романтические комиксы, и их представление здесь очень близко к оригиналу. Мы видели череду любовных трагедий, драмы, разбитых сердец. Здесь же Кинг представляет нам суть жанра не столько как движитель, сколько как препятствие для героини. Она устала любить и хочет вырваться. Но загадочный противник ей этого сделать не дает. Если бы серия была завязана лишь на этом, то она бы быстро надоела. Я и сам при прочтении немного испугался, что дальше все так и будет. Она будет прыгать по историям, прыгать по романам, ну и все. Но нет, во второй арке, которая недавно началась, Кинг нам показывает и ситуацию, где случайный роман перерастает в настоящее отношение со всеми вытекающими. И возникает вопрос, хорошо ли там в будущем. Отдельное уважение Эльзе Шретье. Я считаю, что она заслуживает большей упоминаемости в медиа. Ее стиль не только отлично подходит выбранному жанру и деконструкции данного жанра, но и похож на стиль любимых мною художников, вроде Дарвина Кука и Оминга. И что главное, здесь нет порой встречающейся дисгармонии рисунка и сценария. Серия вышла действительно хорошей, и я ее для себя даже пометил как одну из лучших работ Кинга на данный момент. А вот и второй комикс из Сабстек, о котором я говорил ранее. История, которая начиналась в электронном формате, а затем благополучно перетекла на бумагу. Занимательный комикс от Чипа Сдарски под названием Public Domain. Жил-был на свете художник комиксов по имени Сид Даллас, который когда-то создал персонажа Домейн. По нему вовсю снимаются фильмы, создается киновселенная, выходит куча мерча и о нем знают все. Но как так получилось, что создатель супер популярного персонажа живет крайне скромно, и большая часть его прибыли продажа старых комиксов и оригинальных рисунков коллекционерам. Но так обстоят дела, и его сыну Майлзу это очень не нравится. Но что ты сделаешь? Права на персонажа принадлежат большой корпорации и бывшему партнеру Сида, который, кстати, как раз таки живет на широкую ногу. Однако что произойдет, если на самом деле окажется, что права на персонажа все же принадлежат художнику, и решится ли он побороться за них? Я очень рад за Чипа Сдарски, но больше я рад за паблик-домейн. Сейчас веселый канадский бородач по имени Чип один из мастодонтов Большой Двойки. Он пишет главную линейку DC, а именно Бэтмена. Параллельно с этим он пишет один из важных комиксов для Марвел, сорвиголову. Но я, как думаю многие, полюбили Сдарски не за это. Я полюбил его за немного дурашливые, но добрые альтернативные вещи, которые совершенно не претендовали на популярность и на то, чтобы стать ступенькой на пути к креслу писателя-супергероики. И паблик-домейн отлично подходит этому описанию. Паблик-домейн стал для меня довольно необычным претендентом в данной номинации. Отчасти из-за своей щепетильной темы. А именно темы больших корпораций и не особо больших творческих личностей на их фоне. Тема щепетильная и довольно острая до сих пор, потому что у нас еще присутствует концепция культа личности. И я хотел бы сказать, что здесь довольно тонко прослеживается нить дуэта сценарист-художник Золотого или Серебряного века, но нет, не тонко. Паблик-домейн довольно топорно и очевидно доносит эту мысль. Возможно, в этом есть и положительный момент, потому что больше времени уделяется метаморфозам персонажей в рамках заданного сеттинга. Тем самым основная тема серии не только бедный художник и вредный разбогатевший сценарист, но и тема семьи. Каково быть сыном столь творческой личности? И как любовь к отцу его творения может превратиться в постоянно подавляемую боль из-за чувства несправедливости? Здесь Дарский довольно умело жонглирует двумя темами, которые он умеет раскрывать. Это сатира и юмор, которые покоятся как раз-таки на юридических склоках и борьбе за интеллектуальную собственность и семейная драма, которая преподносится нам в вышеупомянутых взаимоотношениях. В сухом остатке это довольно крепкая и простая история, которую приятно читать. И несмотря на то, что тема, как я уже сказал, щепетильная, напоминаю, что у нас номинировался, если мне память не изменяет, Шолевский комикс про Джека Кёрби, где посты нули проехались куда более знатно. Следующий комикс в номинации «Лучшая новая серия» стал ребенком «Удивительного союза», который в последнее время встречается все чаще. Это комикс известного автора от неизвестного издательства. «Traveling to Mars» от Марка Рассела и издательства «A Blaze». Сначала немного об издательстве «A Blaze». Нередко, когда в номинациях «Будь то лучшая новая серия», «Лимитка» или «Онгоинг» со своими комиксами мелькают независимое издательство. Но не так часто можно встретить, чтобы подобное независимое издательство выдавало сразу две серии в две соседние номинации. Как вы можете понять, это как раз такой случай. «A Blaze» четыре года назад основал бывший редактор издательства «Динамит» Рич Янг. Но несмотря на свой малый возраст, оно уже набрало себе огромную библиотеку тайтлов. Причем если взглянуть на каталог, то увидишь полнейший хаос. Артбуки, манго, европейские комиксы, оригинальные американские серии. Вообще все, что можно представить. Но среди этих серий попадаются и знакомые имена. Например, имя Марка Рассела. Комикс «Traveling to Mars» рассказывает нам о Рое Ливингстоне, клерке, работающем в зоомагазине, которому не очень повезло. На него Рак в крайней стадии. Хотя, с другой стороны, и жить особо желания нет. Всей его жизнь — это череда ошибок и неверных решений. Поэтому Рак — попросту логичный конец этой не самой лучшей жизни. Однако к нему неожиданно обращается компания по выращиванию и распространению мяса. И предлагает уникальный шанс стать первым человеком на Марсе. Учитывая его болезнь, возвращаться необязательно. Просто поставь флажок, и мы местечко застолбим. А дальше делай, что хочешь. Хочешь скафандр сними, хочешь кратер спрыгни. Главное — долети. На этом сатира, которой в большей степени известен Марк Рассел, заканчивается. И начинается чарующая меланхолия. Это рассказ об одном человеке. Самом простом, невыдающемся человеке на пороге смерти. Который летит ей навстречу, по пути размышляя над теми ошибками, которые совершил. Это иллюстрация череды упущенных возможностей и журавлей в небе. Которые Рой мог заполучить, если бы где-то остановился. Где-то бы сказал нужную фразу. Это тот самый комикс настроения, про который вы можете порой слышать на моем канале. Это произведение, которое захватило меня в своей сети вайба. Ты становишься молчаливым наблюдателем истории жизни парня, который находится на корабле с двумя роботами. Для которых он — божество. Он смотрит с ними фильмы, летит к Марсу и... Вспоминает. Визуал Роберта Мелли не является чем-то крышесносным или жанроменяющим. Это добротный, местами грязноватый, сопроводительный элемент меланхолии, которую прописывает Расса. И со своей задачей он справляется. Несмотря на эту простоту, я в комиксе утонул. В последнее время Рассел нередкий гость в Айзнере. Однако обычно он попадает туда своими юмористическими комиксами. Например, Not All Robots. Но это первый случай, когда он попадает в Айзнер с далеко не самым юмористическим комиксом. Мягко говоря. Напротив, мы увидели выход из привычного образа, который, как по мне, получился весьма удачным. А перед тем, как мы перейдем к следующей серии, я не могу не напомнить о том, что у моего издательства, издательства Рамона, вышло две новых книжки. Это God Country, Край Божий, Донни Кейтс и Джефф Шо. И это Нао Браун, Глина Диона. Серии, которые я очень люблю. Серии, которые я безумно рад был издать. И серии, которые вы уже можете найти. Если вдруг у вас есть желание почитать очень крутые альтернативные серии, бегом в магазины комиксов. Бегом на Вайлберриса Азоны. На мои Вайлберриса Азоны даже. Ссылочка будет в описании. Вы там сможете это все найти. Если вдруг вы хотите пополнить свою коллекцию качественными и классными альтернативными штуками, вы теперь знаете, что взять. А если вы хотите поддержать меня напрямую, то вы можете еще на Бусте подписаться. Вот. Ссылочка будет в описании. Это позволяет каналу не умирать. И позволяет каналу получать деньги, которые потом все равно уходят на монтаж этих ужасных роликов. Если есть желание и возможность, буду рад. А мы продолжаем. Теперь мы заходим на довольно спорную территорию, потому что следующий комикс не так будет прост для восприятия. И дело не в сложности концепции или надмозговости сценария. Дело в том, что это комикс по лицензии. Стартрек от Джексона Лэнзинга и Кольна Келли. Данный комикс рассказывает нам про Бенджамина Сиско, который несколько лет назад принес себя в жертву и ушел с божественной расой пророков. Однако прошло время, и он вернулся, преисполненный познаниями о будущем и о том, что делать настоящим. А главной его задачей становится поиск тех, кто убивает богов этой вселенной. А для того, чтобы это сделать, он набирает разномастную команду из разных поколений. Данный комикс представляет собой все, с чем мне тяжело взаимодействовать. Я не особо люблю комиксный sci-fi подобного вида, когда у нас миряды планет, десятки галактик, куча варп-прыжков и коалиций. Я очень далек от мира Стартрека. Ни один сериал не смотрел, ну а фильмы Абрамса, думаю, не в счет. Но при этом мне нравится дуэт Лэнзинга и Келли. И в плане диалогово-сюжетной составляющей в Стартреке все по высшему разряду. Мы видим живые взаимодействия, интересную концепцию истории даже для стороннего читателя. Череда художников в лице Розанаса, Чудакова, Эйзма и Тамайева дают порой прекраснейшие масштабные развороты и сплэш-пейджи. Это очень достойный комикс в своем жанре. Но! Читая данное произведение со своим практически нулевым объемом знаний по вселенной, я словно бы упускал огромный пласт эмоций, который мог бы испытать. Ведь будь я фанатом Стартрека, я бы, наверное, описывался бы кипятком от команды, где есть персонажи из Стартрека нового поколения, из Вояжора и даже капитан Мангомери Скотт из оригинального сериала. Ведь наверняка фанаты Стартрека хотели бы посмотреть на взаимодействие столь разных и разномастных героев. Но для меня это было чем-то вроде просмотра неудержимых, при условии, если бы я ни разу в жизни не смотрел бы ни одного боевика с этими актерами. Ну или прочтение первого выпуска Мстителей с нулевым пониманием, что это за персонажи и вообще были ли они где-то до. Стартрек это наверняка отличнейший комикс для фаната и хороший комикс для человека, незнакомого со вселенной. Если вы очень любите данный жанр, данную франшизу, бегите читать. Я думаю, что эта серия вас не разочарует. И напишите в комментариях те, кто читал эту серию, те, кто являются фанатами Стартрека, насколько серия вам понравилась или не понравилась и почему. Мне вот интересно узнать, так как я не могу этого сделать сам. Следующий комикс до последнего стоял под вопросом. Потому что в отличие от других, найти его было, ну, довольно сложно. Однако самым рабочим и самым эффективным путем закидывания денег в монитор, я все-таки до него добрался. И это комикс от Анмен Белл, от Джима Оусли и Тайлера Рафа, от задательства Ред Файв. Данный комикс рассказывает нам про Джейка, который со своей матерью едет в Сент-Люис к родственникам. Не так давно их семья пережила трагедию. Отца семейства застрелили, и встреча с семьей может помочь им немного отлечься и пережить этот тяжелый период жизни. Но, как обычно и бывает в маленьких городках с большой католической паствой, здесь все не так просто, как кажется. Ведь замешано древнее проклятие, тянущееся еще с древних истреблений ведьм. Город приносит жертву ребенка, дабы не обратить на себя кнев ведьминского культа. Ну и, разумеется, наш главный герой становится той самой жертвой, которую пора принести. Честно говоря, я не знаю, что здесь сказать. Данный комикс показался мне крайне типичным хоррор-произведением, коих успели наклепать за последние годы вагон и три тележки. Не поймите неправильно, произведение в целом неплохое. Оно бодро читается, здесь довольно штампово, но удобоваримо раскрывается тема борьбы светского и религиозного, немного затрагиваются элементы расизма, которые, судя по истории Сент-Люиса, были не самым редким явлением в том месте. Диалоги не вгоняют в уныние, визуал не представляет из себя ничего особенного, но и не режет глаз. Это средний мистический хорренный комикс, но что он делает в этой подборке, я не знаю. Кто-то скажет, что это комикс про темнокожие комьюнити, поэтому Айснер, но тоже нет. Среди номинантов есть и была куча инклюзивных комиксов, которые эту инклюзивность подчеркивали. У нас был Гудейджин, Биттер Рут и прочее. Но здесь этого либо нет, либо я просто этого не увидел. Если вы очень любите комиксы про культы, можете попробовать, но лучше почитайте Супермен Смэш из Дэклэн. И вот такая вот выдалась подборка. Как вы думаете, кто взял премию «Лучшая новая серия»? Барабанная дробь, ра-та-та-та-та-та-та-та-та, комикс «Паблик Домейн» Чипоздарский. Неожиданно, честно говоря, было для меня видеть его в номинации «Лучшая новая серия», и тем более победителем этой номинации. Однако, факт есть факт, «Паблик Домейн» взял приз «Лучшая новая серия», и я рад за него. Пускай и для меня «Трэвлинг Ту Марс» был более эмоционален, более близок, мне нравилось, как он сделан, но это все еще старый чип. Это старый, приятный, хороший чип. Комикс для меня не вышка, это очень комфортное чтиво, но это старый чип, и я не могу за старого чипа не порадоваться. Вот такие вот результаты номинации «Лучшая новая серия». Надеюсь, что вам было интересно. Пишите в комментариях, что из этих серий вы читали, что вы успели прочесть, или же что вы отметили для себя, потому что мне будет интересно узнать, насколько я умело продаю вам словами комиксы, насколько я хорошо вас убеждаю что-то прочесть. Или наоборот. Будет приятно с этим ознакомиться. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и чекайте описание. Там куча полезных ссылочек, которые вам могут пригодиться. Меня зовут Руслан Хубиев. Это были лучшие новая серии 2022-2023 года. Спасибо, что смотрели, и всех благ. Отдельное спасибо следующим замечательным людям, А именно, Виталию Петровичу, Дмитрию Клименко, Диме Акимову, Михалычу, Саджирону, Владимиру Вулукарту Данилову, Григорию Фарафонову, Диане Лагун, Левиафану 941, Куплю себе что-нибудь красивое, и Некрофаго. За поддержку канала на сервисах, Бусти и Патреон.